Ух, обжигающий эспрессо нас ждет, ребята, потому что мы будем обозревать террас на пороге смерти, и нас ждет самое интересное, потому что нас ждут многоцветные карты, артефакты и земли. То есть все-все-все самое-самое такое остренькое мы оставили на потом. Вы, разумеется, на канале Вин Кондишн, и поехали! Первая карта, которая нас ждет, это гакт нетронутый. Сразу прям две белых, две красных, сложный монокост, 6-1, сложная стата, сложная карта, это рарка. Гакт нетронутый атакует в каждом бою, если может. Ну как бы, а что может ему помешать с другой стороны? Это, конечно, недостаток, но посмотрим. Может быть, он не так важен. При выходе гакта на поле битвы выбирайте случайным образом 2, 3 или 4, то есть вам нужно будет бросать какие-то кубики. И гакт имеет защиту от каждой конвертированной маны стоимости, кроме выбранного числа. Ну понятно, что здесь как бы обыгрывается легенда про Ахилла, да? В принципе, я не знаю, очень сложно оценивать такие карты, потому что у них уникальные эффекты, мы никогда ничего подобного раньше не видели, или, по крайней мере, я не помню. И сказать, насколько вот это вот хорошо, то есть вы случайным образом выбираете, возможно, у соперника ремовала за 2, возможно, за 3, возможно, у него блоки с монокостом 4, возможно, 2. Как бы карта немножко непонятная, поэтому я затрудняюсь сказать. Думаю, что лучше, чем кажется, но при этом, возможно, все равно недостаточно, чтобы заиграть в каких-то крутых колодах. Но, опять же, если вы будете откроете ее в Limited и собираете красно-белую колоду, я думаю, что вы обязаны класть ее, конечно, потому что 6-1 за 4 с защитой от почти всего, это здорово. И, кстати, очень интересно узнать, что вы думаете про гакта и про все остальные карточки, о которых мы будем говорить сегодня. Пишите в комментарии, делитесь своим мнением, как бы ругайте мое мнение, потому что, очевидно, мы с ним не согласны. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Ждет нас еще одна легендарная карточка, на этот раз это Planeswalker. Это Каликс, Десница Судьбы. Две бесцветные, зеленые, белые, за Planeswalker с стартовым Loyalty 4. И у него, разумеется, 3 обилки. Первая, это, посмотрите, 4 верхние карты. Возьмите оттуда, ну, покажите, разумеется, карту Чар и положите ее в вашу руку. Остальные идут вниз в библиотеке. Ну, то есть, сразу, с самого начала, понятно, что карта заточена на колоды, которые построены вокруг большого количества Чар. Насколько хороша такая колода будет в стандарте или еще в каких-то форматах, пока сложно сказать. Посмотрим на остальные обилки. Минус 3, изгоните целевое существо или Чары не под вашим контролем до тех пор, пока целевые Чары под вашим контролем находятся на поле битвы. Окончательно понятно, что если ваша колода не заточена на Чары, на большое количество Чар, то Каликс, в общем-то, ничего не делает. К счастью, если вы вскроете такого парня в Лимитед, то несложно будет положить, не знаю, там, 6, 7, 8 каких-то Чар, существ Чар в свою колоду. В Лимитед эта карта очевидно хороша, как и большинство Плэнсвокеров. А вот насколько он будет хорош в стандарте, покажет, собственно, то, насколько будут играбельны именно колоды, белый-зеленый на Чарах или только цветный с белым-зеленым на Чарах. Ну, как бы и ульта, понятно, что верните все карты Чар из вашего кладбища на поле битвы, ну, как бы, как и ульта любого Плэнсвокера, она, если не выигрывает вам игру сразу, то приближает вас максимально к этому. Вот, поэтому не стоит оценивать Плэнсвокеров по их ульте. Тоже, как и с предыдущей карты, сложно оценить, и сильно будет зависеть от того, насколько сам архетип будет играбелен. А здесь нас ждет очень крутая рарка, это Удильщица Грез, это Сфинкс за 6 маны, разумеется, 2 белые, 2 синие, как это часто бывает со Сфинксами, всего лишь 3-5, но много хороших обилок. Для начала, полет, цепь жизни, в Лимитед уже круто, но, разумеется, есть и больше. Каждый раз, когда вы берете карту, Удильщица получает плюс 1, плюс 0 до конца хода, а каждый раз, когда она атакует, вы берете карту. Тут, как бы, намечается определенный паттерн, да? Есть еще одна способность, которая особенно крута в Констракте, это сбросить карту Удильщица Грез, получать порчу и устойчивость до конца хода, и вы ее поворачиваете. Если вы играете, не знаю, белый с синим контролем, или эспер контролем, да, с черным, то это вполне может быть хорошим финишером, вы разыгрываете за 6 маны, у нее есть Лайфлинг, то есть, если вы против Агро, то вы можете заблокировать, получить 3 жизни. Соперник не может так легко убить вашу Удильщицу, потому что вы можете сбросить любую землю, любую ненужную карту с вашей руки, дать порчу и устойчивость. Когда вы развернетесь и пойдете в атаку на следующий ход, вы тут же берете карту, получаете последний плюс 0, то есть, тут же получаете 4 жизни. Ну, как бы, не стоит и говорить, что в Лимитед это абсолютная бомба, но и в Констракте мне интересно будет посмотреть, будут ли всякие белые-синие контроли играть Удильщицы в качестве финишера, или, может быть, даже она ляжет в какие-то еще архетипы. И нам дают на этот раз отдохнуть от рарок, показывают Uncommon, это служительница недугов за 2 бесцветные черно-зеленые, 2-3 всего лишь, то есть, стата такая слабенькая, но способность очень крутая, потому что при выходе вы кладете 2 карты в вашей библиотеке в кладбище, и после этого выбираете любую карту перманента и с кладбища возвращаете ее в руку. Те, кто играли в драфты и вообще, не знаю, в Констракты, тоже по выбору равники, помню, там была карточка за 2 черные, 2 зеленые и 3-4, которая возвращала любую карту перманента в руку, то есть, там был гораздо более сложный монокост, ну и стата чуть повыше, но она и не милила, так что при всем при прочем, как бы, можно сравнить эти две карты и сказать, что они очень похожи друг на друга, и вспоминая, насколько хороша была та карта, по-моему, Файнброкер, Голгари Файнброкер называлась, я думаю, что и эта карта будет играть как в стандарте, так и, разумеется, в Римит это будет одной из лучших карточек, возможно, даже ее можно будет сплэшить. Черно-красный Анкоман, 2-2 за 2 манки, это Минотавр, Минотавр Шаман, то есть, серьезный парень, каждый раз, когда вы жертвуете любой перманент, он получает плюс 2 или плюс 0 до конца хода, и при этом у него есть, как бы, обилка, которая позволяет активировать первую, за 2 маны и жертву любого другого существа или чар, он получает первый удар, ну, то есть, понятно, что, как часто бывает с комбинацией Рагдес, да, красный-черный, карта заточена на атаку, вы идете в атаку, если оппонент не блокирует, то вы всегда можете нанести больше урона, если блокирует, то вы опять жертвуете какое-то мелкое существо или чар и получает первый удар, то есть, скорее всего, выигрывает бой, 4-2, первый удар, очень сложно победить в бою даже в мультиблоке, вот, и ничто не мешает вам пожертвовать несколько существ или несколько чар, чтобы принести литву или снести несколько блокеров. Насколько это хорошо будет в стандарте, сложно сказать, точнее, да, наверное, не сложно сказать, скорее всего, недостаточно хорошо. Мы все знаем, как бы, красный-черный или морду-рыцари, это не рыцарь, и не очень понятно, найдет ли он место себе в агрессивной колоде или в колоде на Сакрифайсе. Думаю, что и там, и там он чуть-чуть не дотягивает, поэтому, скорее всего, это просто будет качественный онкоман для Лимитед. И тут же, если вам показалось, что онкомана для Рагдеса мало, вот нам показывают для Рагдеса Мифик, тоже две маны. И как вам насчет две маны 6-6? Это, возможно, будет целый цикл титанов, но пока в этом сете нам покажут только двух. Но достаточно и этих двух, поверьте, потому что они очень классные. Как можно вообще напечатать за две маны 6-6? Давайте посмотрим. Когда он выходит на поле битвы, вы его жертвуете. Неплохо для начала. Но при этом у него есть и способность, которая срабатывает при выходе на поле битвы или при атаке. Каждый оппонент сбрасывает карту, затем каждый оппонент, который не сбросил таким образом карту, теряет 3 жизни. Точнее, не сбросил являющуюся землей карту, теряет 3 жизни. То есть понятно, что либо оппонент сбрасывает какую-то крутую карту, то есть не являющуюся землей, какое-то заклинание, существо и так далее, либо он сбрасывает землю или не сбрасывает ничего, если у него пустая рука, но при этом теряет 3 жизни. То есть за две маны, в принципе, конечно, не самый лучший эффект, учитывая, что вы тут же пожертвуете, но есть и побег за четыре маны, две черные, две красные и изгнание пяти других карт из кладбища. Здесь уже как бы никто не заставит вас его жертвовать, потому что первая билка именно это имеет в виду. Таким образом, вы играете его на второй ход, получаете эффект сброса карты, затем возвращаете его уже по-настоящему за четыре маны, снова с тем же самым эффектом, разумеется. Или вы можете сначала смилить его в кладбище и потом сыграть его, избегая вот этого розыгрыша за две маны. И, наверное, еще стоит обратить внимание, что в респонс, так называемый, на триггер жертвы вы можете пожертвовать его куда-то еще. Очень много применений можно найти этой карте и уверен, что будет играть и в стандарте, и, разумеется, в лимит это бомба, просто потому что вы играете его из кладбища рано или поздно. Всего за четыре маны 6-6, очень круто. Ну и мы посмотрим сразу же на второго титана, это синий-зеленый титан, и если вам показалось, что красный-черный крут, то синий-зеленый еще круче. На этот раз три маны, тоже 6-6, тоже точно так же вы жертвуете, только если не совершил побег при выходе на поле боя. И его триггер выхода на поле боя говорит о том, что вы получаете этой жизни, берете карту и можете положить карту земли с вашей руки на поле боя, причем даже не повернутой. Ну это просто все, что хочет делать синий-зеленая комбинация. Ты, наверное, любая колода, в принципе, вы взяли карту, то есть вы не потеряли в карте адвентеджи, вы порампились в какие-то свои более поздние 5 дропы и так далее. Ну и, конечно же, есть способность побега за те же четыре маны, две синие, две зеленые и изгнание пяти карт. Вы возвращаете ура на поле боя уже до конца, опять берете карту, опять получаете три жизни. В общем, потрясающая вообще карта, я не знаю, если визард, видимо, считает, что синий-зеленая комбинация в стандарте недостаточно сильна пока, и поэтому решили дать еще немножечко усилений. Уверен, это будет стейпл стандарта на все время, пока она будет оставаться легальной в формате. Отдохнем от титанов чуть-чуть. Анкомончик за пять маны, волшебство, то есть это черно-белый анкомон, у каждой из комбинаций цветов есть по одному анкомону. И это волшебство предлагает вам выбрать одну или обе опции. Либо вернуть целевую карту существа из вашего кладбища на поле битвы, либо вернуть целевую карту ауры из вашего кладбища на поле битвы. Либо, разумеется, можно сделать и то, и другое, и эту же ауру тут же прямо к этому существу или к любому другому прицепить. Ну, для такого вот анкомона, который должен как бы быть, не знаю, вестником вообще всей комбинации цветов в лимит, это я имею ввиду, кажется, с первого взгляда, что слабовато. Потому что заклинание реанимации за пять маны, это не очень сильно. Мы уже видели такие заклинания за четыре маны были, и они не всегда были какими-то поломанными. Пять маны, это в принципе честно. Конечно, да, вы можете вернуть еще и ауру, но это нам предстоит увидеть, насколько будет просто в новом сете положить карту ауры, хорошую карту ауры, потому что плохой вы не хотите играть в свое кладбище. Время покажет, насколько это просто, но пока у меня такие весьма сдержанные ожидания от этой карты. В стандарте, если играть стратегии реаниматора, то будут опции получше, поэтому здесь у меня еще меньше ожиданий от возвышения к славе. Герой, рожденных в Никсе, три маны и два-два, это красно-белый онкоман. Когда он выходит на поле битвы, вы сразу создаете токен 1-1 солдата, то есть уже 2-2 плюс 1-1 за три маны неплохо, но каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, которое целит это существо, имеется в виду герой, все существа под вашим контролем получают плюс 1-1-0 до конца хода. Очень круто вы выкладываете, как часто это делает красно-белая комбинация цветов, несколько токенов каких-то мелких существ, вандропов и так далее. Потом разыгрываете какой-то заклинание на героя, рожденного в Никсе, и вся ваша команда получает плюс 1-0. Агрессивная карта, нечего добавить в лимиты 100%. Насколько хороша она будет в стандарте, не знаю, зависит от того, насколько, опять же, хороший будет красно-белый архетип. Пока мы не видим красно-белых агрессивных колод. Если вдруг они появятся, возможно, возможно, эта карта найдет там применение. А вот очень интересная карточка, это Uncommon на сей раз в синим и черном. 2-1 за 2 маны, и каждый раз, когда одна или несколько карт из вашей библиотеки попадает напрямую на кладбище, она получает плюс 1-1 до конца хода и не может быть сблокирован в этом ходу. Очень удобно, что у него есть вторая способность, которая за 3 маны позволяет как раз положить верхнюю карту вашей библиотеки в кладбище. Ну, то есть понятно, что здесь возможны синергии на какие-то карты с побегом, на еще что-то, что работает через кладбище. То есть в идеале вы не платите 3 маны, а каким-то естественным образом кладете карты в кладбище, и тут же он получает плюс 1-1, то есть 3-2 Unblockable. Немножечко диссонанс вносит то, что сине-черная комбинация в принципе не славится своим агрессивным подходом, но я уверен, что бывают и такие колоды, и плюс даже в неагрессивной колоде вы всегда как бы не откажетесь от 3-2 Unblockable, особенно если у него есть еще какие-то способности, которые синергируют с планом вашей колоды. Поэтому уверен, что в Limited эта карта будет просто очень хорошей, а в Constructed мне кажется, что опять же карта будет зависима от того, какие другие карты с похожим планом на игру будут вокруг нее, или она будет вокруг них, в общем понятно, должна быть какая-то оболочка, и тогда эта карта может себя проявить хорошо. Если ее не будет, то скорее всего Limited это то, где вы будете ее видеть в первую очередь. И сине-зеленый Uncommon это Eftropia, дважды избранная, у меня она 2-2, очень удобно запомнить за 3 маны. У нее есть способность созвездия, то есть каждый раз, когда чары выходят на поле битвы под вашим контролем, вы кладете жетон плюс 1-1 на целевое существо, и оно получает полет до конца хода. Опять же, говоря про Limited, очень сильный эффект. Если у вас есть, не знаю, 5-6-7, может быть, чар в колоде, то у вас скорее всего будет возможность 1-2 или 3 раза за игру активировать способности в тропе, чего вполне достаточно для того, чтобы оправдать ее, может быть, немножечко низкие статы для 3-дропа. Так что в Limited это очень хорошая карта, как и большинство, собственно, золотых Uncommon. А в стандарте, мне кажется, этот эффект может быть слишком медленным, потому что вам нужно в идеале будет сыграть чары в тот же ход, как только вы сыграли в тропе, и тогда все, что вы получите взамен, это всего лишь один жетон плюс 1-1 полет до конца хода. Для стандарта, мне кажется, слабовато, слишком медленно. Но посмотрим. Я и не под такие карты считал, что они не дотягивают до уровня стандарта, и потом меня ими же в лицо и убивали. Так что, не знаю, может быть, вы сможете поломать эту карту и сделать из нее что-то классное. Ну а вот та карта, которую многие, наверное, усмехнулись, увидев, потому что Полукранос или Поликран, как он переведен на русский язык, стал мемом еще во времена Терраса. И здесь нам показывают весьма пушнутый мифик в черно-зеленых цветах, то есть, очевидно, ориентированный на стандартную игру. И после первого прочтения кажется, что вообще таких карт не может существовать. То есть, он выходит на поле боя с шестью жетонами, сам он по себе 0-0, то есть 6-6. Но если он совершил побег, а побег у него стоит 6 маны, то он выходит с 12 жетонами вместо этого, то есть 12-12. При этом у него есть несколько еще дополнительных способностей. Одна из них позволяет за 3 маны подраться с любым с любым существом, и другая говорит, что если ему должны быть нанесены повреждения, вместо этого снимается столько же жетонов. Так что, если, в принципе, призадуматься, то получается, что, в принципе, карта вполне как бы с ней можно бороться. Единственное, что бороться с ней лучше всего другими существами, наверное, потому что они будут снимать с него жетоны. Мне кажется, что определенно карта заслуживает места в стандарте как минимум. Какое именно это будет место, покажет время. Сомнений в том, что эта карта будет играть в стандарте, у меня никаких нету. Как много и в каком количестве каких колод, посмотрим. Пока непонятно, конечно. Ну и, разумеется, про лимит, от нечего и говорить, это абсолютная бомба. Просто очень-очень большое существо, которое, к тому же, возвращается еще больше, чем оно было до этого момента. И плюс еще со способностью драться и убивать чужие существа, как бы больше не о чем мечтать. Следующая рарка с большим количеством текста. Это 4 маны, 2 бесцветные, синие и зеленые. С очень любопытной способностью, которая напоминает так называемый под. Это знаком с модерном давности, в несколько лет еще до бана. В начале своего заключительного шага вы можете пожертвовать другие чары, не эти. После чего найти в вашей библиотеке карту существа с конвертированной маностоимостью на 1 больше, чем у пожертвованных чар. И положить ее на поле битвы. Мы видели уже похожий эффект на том же поде и, например, на ванифар в равнике, которые позволяют жертвовать существо и находить существо с монокостом больше. Здесь вы жертвуете чары, находите, правда, все равно существо. И насколько этот эффект будет хорош, зависит, во-первых, от того, какое существо вы ищете, какие чары вы жертвуете. То есть, ваша колода должна быть построена прямо полностью вокруг этой карты, если вы хотите ей играть. Именно за счет этого довольно сложно представить, что она найдет какое-то применение в Limited, но в Constructed почти наверняка мы увидим ее, ну, как минимум, во всяческих командирских деках. Тут уж прям в гадалки не ходи. Но и, в принципе, эффект Тутера, так называемый, для которого к тому же еще кладет существо на поле боя, он как бы исторически достаточно силен. То есть, все будет зависеть от того, насколько можно набить колоду различными чарами, чтобы при этом еще, не знаю, колода функционировала без этой карты. Настоящая задачка для декбилдеров. Посмотрим, что они с ней сделают. Всегда интересно посмотреть на такого рода эффекты в действии. Вот нам показывают красно-зеленую богиню. Разумеется, это мифик. Разумеется, как и у всех богов неразрушимость и не является существом, пока у вас преданность красному-зеленому не меньше семи. Но эффект, который статический, который будет действовать, даже если преданность меньше, говорит о том, что в начале предбоевой главной фазы вы можете изгнать целевую карту из кладбища. Если это была карта земли, вы добавляете одну ману, разумеется, красную-зеленую. Если это была не карта земли, вы получаете жизнь, а Клотис наносит два повреждения каждому оппоненту. При этом всего лишь три маны стоят, 4-5, статы, разумеется, выше, чем у обычного существа. Но, скорее всего, если вы хотите играть такой картой, вы должны быть заинтересованы в самом эффекте, а не только в существе 4-5. Насколько он хорош, зависит, опять же, не только от вашей колоды, но и от метагейма. Потому что хорош ли рамп, зависит от метагейма. Хороша ли перекачка жизни, зависит от метагейма. В стандарте красно-зеленые комбинации цветов встречаются не так часто, как некоторые другие, но, может быть, как раз за счет Клотис это и поменяется. Поглядим, очень скоро уже увидим ее в действии. Ну, а вот эту карту, в принципе, оценить гораздо проще. Всего лишь за две маны мы получаем существо 3-3, еще к тому же и со способностью, которая дает за две маны неразрушимость. Но если этого было мало, то если все-таки не повезло и лев, в конце концов, умер, то вы возвращаете его на поле битвы в качестве ауры, которая зачаровывает существо и дает ему аналогичную способность за две маны получить неразрушимость. Я думаю, что здесь как бы анализ излишен, то есть существо 2 маны 3-3 пойдет в любую колоду, которая заинтересована в агрессии и в бело-зеленых цветах. Разумеется, в лимитед вы будете играть этой картой в любой бело-зеленой колоде. И все ограничено только тем, насколько бело-зеленые цвета, в принципе, будут хороши в метагейме. Мы уже видели, что, в принципе, напечатали различные вросы, и, может быть, бело-зеленые колоды завязаны на существах, может быть, будут какие-то проблемы с этим, но, опять же, здесь неразрушимость поможет. Посмотрим. Возможно, как раз эта карта станет тем толчком, который нужен бело-зеленым колодам, чтобы снова вписать себя в топ метагейма. Ну и для разнообразия еще один анкомончик. Это озорная химера, на этот раз красно-синяя. Она нам показывает, что вообще делает красно-синий архетип в лимитеде, в террасе. У нее полет, разумеется, есть, как и у всех химер. И каждый раз, когда вы разыгрываете ваше первое заклинание в ход оппонента, вы можете предсказать один, точнее, вы должны предсказать один. Она наносит одно повреждение каждому оппоненту. То есть и тот, и другой эффект сам по себе, в принципе, недостаточно силен, но поскольку вы можете делать это раз за разом каждый ход, и, в принципе, 2-2 за 2 с полетом в лимитед это хорошо, очевидно, что для лимитеда карточка отличная, если вы играете красно-синими цветами. Для стандарта, наверное, все-таки 2-2 без ускорения, то есть вы даете оппоненту возможность применить ремовл, не очень хорошо. Не знаю, мы с вами знаем, что существует в стандарте ездит флэш, например, если бы у нее был миг, я думаю, карта была бы 100% играбельна, а так, есть сомнения определенные на этот счет. Вот эта карта мне очень нравится, это рарка, называется Атрис, разумеется, это легендарное существо, оракул полуправды за 4 маны, 2 бессветные сине-черные существа, 3-2 угроза, но вся соль, конечно же, в его обилке. Когда он выходит на поле битвы, целевой оппонент смотрит 3 верхние карты и делит их на 2 стопки, одна рубашка вверх, другая рубашка вниз. То есть вы можете положить 2 карты рубашкой вверх, одну карту рубашка вниз или наоборот, после чего вы выбираете одну из этих стопок, выведете ее себе в руку, а другую на свое кладбище. Не так часто мы видим эффекты, которые позволяют положить карты оппонента себе в руку, это один из немногих, и я не знаю, все, кто знакомы с такими картами, как Fact of Fiction или с Джейсом, который тоже делит несколько карт на 2 стопки, это просто очень интересный и в плане геймплея эффект, как поделить с одной стороны оппоненту эти карточки, и с другой стороны, какую стопку вам выбрать, особенно учитывая, что здесь неполная информация. В общем, крайне-крайне жду этой карты в стандарте, чтобы поделить эти стопочки, повыбирать правильно. Я думаю, много будет и веселых, и каких-то курьезных, может быть, даже моментов, драматичных моментов с ней связано, блеф и всякое такое. В общем, огромный потенциал у этой карты, и очень надеюсь, что ее уровень будет достаточно для стандарта. Ну и, разумеется, в Limited это абсолютнейшая бомба, я считаю. То есть вы как минимум получаете хорошее существо и одну хорошую или две не очень хорошие карты. Вот и бело-зеленый Uncommon, тоже 2-2 за 3 маны, как и синий-зеленый, тоже имеет определенное отношение к чарам, самое прямое, потому что первая обилка говорит, что когда эта карта выходит на поле битвы, вы смотрите аж целых 7 верхних карт вашей библиотеки, можете показать для них карту Ауры и положить ее в вашу руку. Остальные, разумеется, в случайном порядке вниз в библиотеке. Сразу хочется сказать, что 7 карт это реально очень много, но при этом Ауры это, в принципе, не те карты, которые вы можете положить 30 штук в свою колоду и ждать, что она будет играбельной. То есть, скорее всего, у вас, если мы говорим про 60-карточную колоду, Аур будет, не знаю, там, ну, 8-10, что-нибудь такое, может быть, 12 от силы. Если мы говорим про Limited, то, скорее всего, 3-4. Вряд ли вы рискнете положить больше, потому что просто хороших Аур найти непросто. Но, с другой стороны, 7 карт это реально много. То есть, если вы это сделаете, то карту Ауры хотя бы одну какую-то вы почти всегда найдете. Есть еще и вторая билка. Каждый раз, когда Аура под вашим контролем прикрепляется к существу под вашим контролем, вы создаете фишку 1-1. Белый человек. То есть, способность минимальная, но она как бы лишней, конечно же, не будет. Поэтому, не знаю, если вы все-таки рискнули играть Бело-Зеленым в Limited, что в последние сеты был рисковый затей зачастую, то она как бы отплатит вам сполна, если вы положите все эти Ауры в свою колоду. Ну, в стандарте, понятное дело, если будет колода на Аурах, на Чарах, то там ляжет и Плэнсвокер тот мифический. Ну, и эта карта, скорее всего, тоже там будет. Вот еще одна карта, которую рисовал наш отечественник, Дмитрий Бурмак, зачарованное существо, получает плюс 1-1, имеет цепь жизни и получает способность каждый раз, когда наносят повреждения игроку, вы берете карту. Что очень круто, потому что, как правило, вы положите, сыграете эту карту в тот ход, когда вы уверены, что либо ваше существо нанесет повреждения оппоненту, либо оппоненту придется сделать какие-то невыгодные блоки, чтобы этого избежать. То есть, так или иначе, карта почти сразу же себя окупит. Ну, разумеется, способность эта вся никуда не денется. То есть, оппонент тебе придется ломать голову над тем, что делать с этим существом. Таким образом, я считаю, что как раз, если уж и играть аурами, то стараться играть такими аурами. Это реально пример действительно очень хорошей ауры. То есть, мы можем вспомнить, как недавно в стандарте была Curious Obsession, да, чарка за одну синюю с похожим эффектом. Ну, конечно, есть разница, одна синяя и две маны белые-синие. Тем не менее, я считаю, что, возможно, мы и в стандарте увидим, а может быть, даже и в каком-нибудь пионере, чем черт не шутит, какую-то интересную колоду, вот завязанную на темпо, на такой ауре, на существах маленьких, которые проносят урон. Любопытная карта, мне хочется посмотреть, как она себя покажет. Редкая карта с очень таким любопытным и необычным эффектом. Это красно-черная рарка за три бесцветные красно-черные, волшебство. Вы показываете шесть верхних карт вашей библиотеки, оппонент выбирает среди них одну, все остальные выкроете свою руку. Но зато ту одну, которую оппонент выбрал, он может сыграть ее тут же без уплаты мана стоимости. Честно говоря, это вот прям какая-то загадка, как построить свою колоду таким образом, чтобы оппонент, вот эта вот бесплатная карта для оппонента стоила значительно меньше, чем те пять карт, которые вы возьмете себе в руку. Я уверен, что здесь потенциал огромный. Все-таки получится ли решить, вот это разгадать, эту задачку, декбилдерам, покажет время, не знаю. Это та карта, которую всегда стоит держать в уме, особенно в начале сезона, когда еще никто не знает, какие колоды появятся в мете, какие из нее выпадут и так далее. Не знаю, она будет, скорее всего, либо очень хорошей, либо очень плохой. Ну, про лимит, это, честно говоря, тоже аналогично затрудняюсь прямо ее оценить. То есть, пять карт, которые вы положите в руку, это реально много, даже если оппонент выберет одну лучшую, то, скорее всего, среди тех пяти, которые вы положите в руку, будет еще там одна или две просто хороших. Но, с другой стороны, оппоненты ее бесплатно разыграют. Не знаю, очень сложно оценить, все очень сильно будет зависеть от структуры вашей колоды, поэтому оценивайте ее, вот прям, грубо говоря, на коленке, если вскроете. А вот этот последний пинзлокер, то есть, после лспет и того, из белого-зеленого парня, еще и меня уже успел забыть, за плюс один создает фишку 2-3, синий-черный, что-то там, кошмар, со способностью каждый раз, когда существо такое блокирует, каждый оппонент изгоняет две карты, как бы, из библиотеки. Вопрос, зачем? Мы к этому еще придем. За минус 3, тоже неплохая обилка, верните целевой, не являющийся землей перманент, в руку и вовладеть, затем тот игрок изгоняет карту уже из своей руки. То есть, если это была его единственная карта, он сидел с пустой рукой, вы побаунсили перманент, он тут же его обязан изгнать. Но, как бы, самый сок кроется в ульте за минус 7, то есть, буквально на третий ход после того, как вышел на поле боя, вы можете разыграть из изгнания не более трех принадлежащих вашим оппонентам карт без уплаты их мана стоимости. То есть, и плюс 1, и минус 3 способности Ашока помогают вам положить в изгнание карты оппонента, и ульта, разумеется, всегда найдет что-то вкусненькое, чтобы разыграть. Я думаю, впрочем, неудивительно, как бы Ашок, один из хедлайнеров сета, найдет себе применение как в стандарте, так, разумеется, в лимитед будет разрывать просто абсолютнейшим образом. Но мне, на самом деле, очень интересно еще взглянуть на какие-нибудь попытки его, по крайней мере, применить в пионере или, может быть, даже в модерне, потому что мы помним, что были эльдрази всевозможные, которые забирали там карты из изгнания и что-то с ними делали. В общем, вот, может быть, в эту сторону стоит подумать, я не знаю. Но то, что в стандарте это будет стейпл, практически уверен. А вот, я не знаю, такой кивок, наверное, в сторону командора, может быть, я не знаю, то есть нам показали лорда сатиров или лордку, это Гелли и Бесконечные Пляски за две маны 2-2 ускорения, другие сатиры под вашим контролем получают плюс 1-1 и ускорение. И каждый раз, когда вы атакуете тремя или более существами, вы можете сбросить карту случайным образом, если вы это делаете, берете две карты. В общем, классическая такая красно-зеленая разудалая такая карта, эх, там сбрасываем случайным образом, дрова им больше, все в ускорение, все в атаку, все сатиры. Ну, нужно сказать, наверное, что в этом сете еще есть несколько карт, которые делают фишки сатиров, то есть вот эта способность, которая дает плюс 1-1, она не бесполезна, особенно учитывая, что само существо легендарное, то есть два таких одновременно вы на стол не положите. Для агрессивной красно-зеленой колоды, особенно у которой есть возможность чуть-чуть пойти вширь, чтобы активировать способность со сбросом карты, я думаю, что это будет неплохое дополнение даже для стандарта, возможно, ну и, разумеется, в лимит это пойдет тоже отлично. Легендарный пес, Кунор, пес Атрея, за 3 ман, это черно-белая рарка, 3-3, бдительность, угроза и цепь жизни, то есть очень много обилок, это еще не все далеко, карты в существенных кладбищах не могут выходить на поле битвы, игроки не могут разыгрывать заклинания из кладбищ, то есть просто по классике черно-белые цвета не дают вам ничего делать, все, что вы хотите делать, запрещают вам в данном случае просто работать с вашим кладбищем. Понятное дело, что все эти способности нацелены на констракт, и кто знает, может быть, не только даже на стандарт, потому что подобного рода хейт, он в принципе ценится во многих форматах, другое дело, что 3-3 за 3+, даже со всеми этими обилками, наверное, слабовато для модерна, может быть, в пионере будет норм. Понятно, что в лимитед вам, в принципе, наплевать на все эти способности, просто бдительность, угроза цепь жизни и 3-3 за 3 ман, это потрясающий рейд, и вы всегда будете играть его в любой черно-белой колоде, и, может быть, даже посплешить его в какой-то не черно-белой. Стражница прикованного чего-то там, мне вам не говорят, чего, это красно-зеленый анкоммон, за 3 маны аж целых 4-4, да еще и с предъявным ударом, то есть понятно, что это хорошие статы для своей стоимости, но есть нюанс, не может атаковать, если вы не контролируете другое существо с силой 4 или больше. Блокировать может, так что, в принципе, в лимитед не затеряется в любом случае, но, понятное дело, вам хотелось бы ходить в атаку на четвертый ход таким парнем или такой девушкой, я не знаю даже, кто это. Для стандарта, скорее всего, недостаточно хорошо, хотя там значительно проще положить в свою колоду существ с атакой 4, например, игрульскую, вот эту вот, я не помню, кто она там, да, за 3 маны с Райот, но я думаю, что, скорее всего, это просто будет добротный анкоммон для лимитед и не более того. Красно-синяя рарка в этом сете это Далак Мастеровой чудес за 3 маны 2-4 с очень сильной потенциальной способностью за поворот дает аж целых 2 бесцветные маны, правда, тратить ее можно только на разыгрывание артефактов или активацию способностей артефактов. Правда, есть еще и вторая способность, тоже связанная с некоторым образом с артефактами, снаряженные существа под вашим контролем имеют полет и ускорение. Тут все, конечно, зависит от того, насколько много в вашей колоде артефактов и особенностей снаряжения, поэтому, как бы, естественным образом взгляд обращается в сторону Констрактед и, наверное, в первую очередь либо Стандарта, либо каких-то командоров, но, в принципе, 3 маны это не то чтобы очень много, то есть я не удивлюсь, если в каких-то G-Sky билдах в каком-нибудь модерне там со Stoneforge мистиками эта карта тоже будет играть, не знаю, просто способности действительно обе очень хороши, особенности та, которая дает нам 2 маны за поворот, это много. Как бы обратная сторона в том, что в Лимитед, наверное, это просто в основном 2-4 за 3 маны, что не очень вас должно интересовать в идеале. Ну и самое время после этого, я думаю, поговорить про артефакты и первым артефактом у нас стоит как раз снаряжение, это бронзовый меч. Всего лишь за одну ману снаряженное существо получает плюс 2, плюс 0, правда стоимость снаряжения аж целых 3. Это, понятное дело, ну, не годится никаким образом ни в какие Констракты и, пожалуй, даже для Лимитед это слабовато, если бы было даже 2 и снарядить 2, то это было бы значительно лучше. А 1-3 все-таки слишком дорого, потому что существа будут умирать, как бы защиту не увеличивает бронзовый меч, поэтому снаряжать придется, переснаряжать придется часто и за 3 маны это просто дорого. Так что это просто такой пакфилер, скорее всего. Вот еще один Камончик для Лимитед за 3 маны артефактное существо птичка 1-3 разумеется у нее полет и когда она выходит вы просто предсказываете один, то есть незамысловатый эффект, незамысловатые статы. В общем и целом карта не впечатляет, если бы она была 2-2 было бы интереснее, все-таки 2 атаки в воздухе и разумеется речи не идет ни о стандарте ни о чем таком, то есть только в Лимитед только класть в колоды, которым не знаю не хватает может быть 3 дропов или что-то в таком духе. Ну а вот наконец карта, о которой действительно стоит поговорить это рарка это еще одно снаряжение копье тени за одну всего лишь ману снаряженное существо будет получать плюс 1-1 получит пробивной удар и цепь жизни и стоимость снаряжения тоже небольшая 2, но это еще не все, есть еще одна способность за одну ману реманенты под контролем ваших оппонентов теряют порчу, устойчивость и неразрушимость до конца хода и разумеется говоря про лимитед эта способность не очень важна не так-то много существ с порчью устойчивостью и неразрушимостью но для лимитед просто само по себе за одну ману и с эквип костом всего лишь 2 эффект плюс 1-1 пробивной удар и цепь жизни он очень хорош то есть он хорош и когда вы атакуете потому что пробивной удар и когда вы защищаетесь потому что цепь жизни да и просто плюс 1-1 это здорово и суммарная стоимость как бы всего 3 да сыграть и снарядить для стандарта в первую очередь может быть и для пионера пойдет и способность с неразрушимостью и порчью устойчивостью потому что разумеется там таких существ гораздо больше в общем и целом я думаю что весьма-весьма интересный артефакт дешевые карты всегда представляют интерес дешевые карты с сильными эффектами тем более это как раз одна из таких громыхающая колесница здесь прям нам показывают возврат к тематике машинок да то есть артефакт машина которую можно садиться у нее способность экипаж один а сама по себе она 3-3 со способностями пробивной удар ускорения и первый удар все это за 4 маны добро и танком он весьма-весьма приличные статы ну как бы я говорю про лимитед сейчас экипаж 1 это прям прекрасно то что вы хотите видеть то есть любой ваш токен сможет залезть туда все что угодно практически пробивной удар первый удар это хорошая связка хорошая комбинация в принципе вот ну и 4 маны да чуть-чуть больше возможно чем вы бы хотели в стандарте платить за такое то есть было бы 3 я бы был уверен что и в стандарте бы наверное попробовали скорее всего это просто будет хороший онкоман для лимитед ну кто знает как бы мы давно уже не видели новых хороших машинок и может быть колесница как раз куда-то ляжет в какой-то архетип а вот репринт амулет путешественника то есть это наш артефактный фиксинг в этом сете за одну ману артефакт вы разыгрываете еще за одну ману вы его жертвуете ищите карту базовой земли кладете себе в руку то есть она вас не рампит она именно позволяет вам найти недостающий цвет например ну или просто если у вас кончились земли в руке вы хотите сделать манрок опыт показывает что это достаточно медленно потому что вам нужно 2 маны на все про все и карта идет только в вашу руку но при этом если сам формат будет не слишком быстрый то карта будет играбельная и в лимитед поможет вам собирать какие-то трехцветные колоды в стандарте эта карта уже была не единожды легальна и не помню чтобы она где-то играла поэтому уверен лимитедом все ограничится еще один артефакт всего лишь за одну ману направляющий душ и фонарь когда он выходит на поле бой изгоните целевую карту из кладбища и более того можно его повернуть и пожертвовать разумеется прямо тут же потому что это артефакт у него нету сам нинсикнеса можно тут же его повернуть пожертвовать чтобы изгнать все карты из кладбища целевого оппонента но на случай если вам например не нужно изгнать кладбище вы можете также его просто как это называется проциклить заплатить одну ману повернуть пожертвовать и взять карту то есть у вас не получится и взять карту и изгнать все кладбище но вы всегда изгоните одну целевую карточку и дальше уже по обстоятельствам либо проциклить его либо закончить иначе скорее для констракт это как раз какой-то сайдборд против дек завязанных на кладбище думаю что в лимитед вы вряд ли будете до такого опускаться потому что все-таки хоть синергии там и есть в новом сете но их не так много ну кто знает если вы увидите колоду оппонентов в которой очень много карт с побегом возможно вы захотите такую карточку положить в колоду в общем всегда интересны дешевые карточки с потенциально сильными эффектами это одна из таких я думаю она найдет применение ну здесь все попроще крылья гордыни еще одно снаряжение за две маны его можно сыграть за одну ману можно снарядить снаряженное существо имеет полет и за жертву собственно самого артефакта крылья в гордыне снаряженное существо не может быть заблокировано в этом ходу и вы его в конце хода жертвуете в общем и целом кажется что эффект недостаточно силен и вы захотите такую карточку видеть в колоде только в очень-очень редких ситуациях когда речь идет про лимитед и разумеется для стандарта это никуда не годится я думаю что даже вот эта обилка с анблокабл с неблокируемостью хоть она и любопытная но не более того еще один лотус мы знаем что в принципе любят эту тему визарды всевозможные лотусы поля лотусов и так далее обыгрывать вот в общем тему блэк лотуса на сей раз нам показали лотос никс это артефакт за 4 маны выходит на бой любое повернутым а за поворот дает вам столько маны любого выбранного вами цвета сколько у вас преданности этому цвету то есть это такой еще отсылка помимо этого и к земле никтас кто помнит ее по террасу выходит повернутый то есть сразу не получится повернуть но с другой стороны потенциально может дать реально очень много маны в колодах на девоушене причем любого цвета разумеется потому что это артефакт все будет опять же зависеть от того найдутся ли колоды которые во-первых достаточно глубоко уходят в девоушен то есть скорее всего моноцветные и во-вторых заинтересованы в том что получить еще больше маны уже после четвертого хода если и то и другое сойдется я думаю что карточка найдет свое место примерно то же самое можно сказать и про лимит если у вас собирается какая-то девоушен тема и при этом есть куда деть много маны пожалуйста кладите ее в колоду в противном случае думаю вы вполне можете без нее обойтись чарующая лира это артефакт онкоман который с необычной способностью вы можете не разворачивать его во время шага вашего разворота вы спросите зачем а все потому что есть способность вы можете заплатить х маны повернуть лиру и вместе с лирой повернуть целевое существо с силой х или меньше и соответственно до тех пор пока лира повернута существо тоже остается повернутым в общем для лимит это вполне себе такая интересная игрушка можно там крутить вертие существ оппонента разворачивать не разворачивать лиру а вот для констракта я думаю слабовато еще одно снаряжение в этом сете довольно много снаряжений зеркальный щит за две маны и здесь вот прям флейвор виден отовсюду то есть вы как будто бы отражаете взгляд горгоны потому что существо помимо того что имеет плюс 0 плюс 2 и порча устойчивость еще кроме того наказывают существа со смертельным касанием то есть если существо со смертельным касанием блокирует или становится сблокированным собственно снаряженным существом то то существо уничтожается ну понятно что это скорее просто такой кивок в сторону флейвора потому что в принципе существ со смертельным касанием не очень много и даже если они есть например не знаю квест инбис всем известный играть таким сомнительным снаряжением за две маны за две маны еще снаряжать не знаю наверное есть опции получше Так что я думаю, что это скорее просто посмеяться, немножечко усмехнуться тому, как смогли перенести на карточку флейвор, но в игре вряд ли вам понадобится эта карта. И последний артефакт в этом сете — это алтарь пантеона. За три маны ваша преданность каждому цвету и каждому сочетанию цветов увеличивается на один, несмотря на то, что сам артефакт бесцветный. Такая способность. Ну и за поворот дает вам маны любого цвета, то есть и фиксит, и рампит одновременно, что всегда приятно. И даже более того, если под вашим контролем есть бог или полубог или легендарный чар, вы получаете одну жизнь. Ну, последнюю способность можно, в принципе, игнорировать, потому что не так часто, например, в лимитод у вас будут боги и полубоги. Фиксинг маны и увеличение преданности на один — это очень полезно. Кстати, мне интересно, может быть, найдет применение в стандарте, хотя, честно говоря, есть сомнения, но теоретически увеличение преданности на один — это то, что может заинтересовать вкупе вот с рампой и фиксингом. Ну и в заключение расскажем про земли. Их несколько есть, хоть и не очень много. И первый — это Сковский лабиринт. Это редкая карта. За поворот дает либо маны бесцветную одну, либо за четыре маны и поворот удалить из боя целевой атакующей или блокирующей существо. То есть тоже эффект, который не так часто мы видим на карточках магии, поэтому сложно, может быть, его оценить. Но мне кажется, что, в принципе, эта карта имеет потенциал в стандарте, в каких-нибудь контрольных колодах, которые могут позволить себе играть там бесцветной одной земелькой. Ну и, разумеется, в Limited тоже вы ее положите, потому что любая земля, которая что-то умеет — это большое подспорье. Но при всем при этом, как бы, я не считаю, что это будет какая-то поломанная карта, которая вокруг себя там весь метагейм обернет. Просто такой вот ролевой игрок в одной-двух метаколодах почти наверняка да. Гибельное поле — это репринт. Все помнят Field of Ruin, когда он вышел еще в X-Alene, по-моему, и за две маны и повороты вы можете уничтожить целевую небазовую землю. Оба игрока поищут по базовой земле, положат в игру. Все, наверное, знают, что эта карта лежала практически во всех, ну не во всех, но очень во многих колодах и лежит до сих пор в вечных форматах во многих. Поэтому стоит ожидать, что она будет играть и в стандарте тоже. Поэтому, да, не знаю, выбирайте, какой арт вам больше нравится, а этот или оригинальный, и кладите ее в свои стандартные колоды. В Limited ей, в общем-то, делать нечего. Ну вот как раз другая карточка, которая, наоборот, которой нечего делать в стандарте, но в Limited время от времени засветиться может. Это «Неведомые берега» — это тоже, разумеется, уже сотый репринт этой карты. Она либо дает вам бесцветную ману, либо перекрашивает. То есть за одну бесцветную дает ману любого цвета. Вы не хотите играть такой картой нигде, кроме как в колодах, где реально хочется фиксить цвет, нет способов лучше. Поэтому кладите ее только, если вы, не знаю, скрыли какую-то бомбу в последнем паке и не успели набрать достаточного количества фиксинга. Во всех остальных случаях просто игнорируйте. Ну и последняя карта, или точнее даже этот цикл земель из пяти. Все знают, что у нас уже были пять храмов в рождевных цветах, теперь нам дают пять храмов в дружественных цветах. То есть красно-зеленый, бело-синий, черно-синий и так далее. И, ну, тут как бы много говорить не нужно. Все знают, что, разумеется, в стандарте монобаза это супер важно. И если, не знаю, вам нравятся такие арты больше, вы можете в пионерии их класть где угодно. Ну и в лимитед вы будете играть, в принципе, что, кстати, стоит сказать о чем, что кладите эти карты в лимитед, в свои колоды, даже если она у вас только одного из этих двух цветов, потому что повернутая земля, которая дает вам с края один и только ману одного цвета, который в вашей колоде есть, это все равно хорошо. Поэтому не стесняйтесь это делать. Ну что, друзья, мы с вами выпили маленькую чашечку экспресса. Ожидает вас, разумеется, целый чанс кофе, потому что у нас есть подкаст, в котором мы подробно-подробно разберем все, прям все доедины, до последнего комончика, все карточки. И обязательно это все появится и на канале Вин Кондишн тоже. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И надеемся, что наши видео и подкасты помогут вам во всеоружии подойти к пререлизу и впоследствии начать играть драфты в своих клубах, в арене, где только душа вам пожелает. И самое главное, выигрывать при этом. Так что, ребята, пока. Увидимся в следующий раз.